Ну вот то, что я рассказывала вам, друзья. Видите, сделанное из песка. Очень красиво. Это точно ваша работа? Да? Какой бизнес? Хотела немножко вам показать, как я разговаривала с ребятами, которые работают в магазине в этом песка. Но очень плохо слышно, поэтому не получилось. Сейчас посмотрим сам магазин непосредственно. Ребенок пошел заполнять, видите? Хотя я себя как-то по-другому представляла, не ложкой набирать. В общем, каждый как хочет, так и развлекается. Вот он магазин песка, так называемый, сандшоп. Давайте посмотрим, что здесь есть у нас. Но это все сувениры, ракушки. Вот такие сувениры Эйла Уайт. 7 фунтов. Вот эти огромные ракушки 40 фунтов. И вот эти бутылочки с песком. Издалека вам не видно. Не знаю, где показать, вблизи. Вот, смотрите, здесь это вот такая малюсенькая бутылочка с песком. И наклеечка на холодильник. Так, 5 фунтов. Опять же, вот спрашивают у меня, почему вы не переводите фунты в рубли. Прибавляйте два нуля, потому что один фунт стоит 100 рублей. 5 фунтов это 500 рублей, значит. Ну вот, как-то так. Как-то так. Там дальше, если та малюсенькая стоит 5 фунтов, то я даже не знаю, сколько стоят вот эти все бутылочки. А мужчина мне объяснил, как это работает. Вот здесь вот продаются разных форм пузыречки. Вот цена на них стоит. Вы покупаете пузыречек. И дальше можете идти сами его заполнить, как вам нравится. Либо можете уже купить готовые пузыречки. Вот они, видите. В принципе, они по той же цене. Вот, посмотрите. Я бы не сказала, что как-то очень уж красиво они засыпаны песком. Вот эти вот карта острова White. Неплохо. Ну, в общем, всего лишь навсего вот так. Знаменитый магазин песка Аламбей. И вот здесь вот, видите, девушка сидит, которая вам поможет и покажет, как заполнять песком самим эти купленные пузыречки. Вот здесь вот этот песок. Видите? Вы набираете цвет песка, который вам нравится. И вот здесь вот вас учат, как заполнять бутылочки с песком. Здесь этот песок везде. Он просеянный, тоненький. Задумка интересная, но что-то людей я особенно здесь не вижу, желающих. Конечно, опять же, цены очень кусучие. Вот этот песок тут у нас везде. Мы можем его поближе посмотреть. Обычный песок. А вот и нет. Это абсолютно необычный песок. Посмотрите, я показываю вам опять вот эту красавицу нашу. Гору Аламбей. Утёс. Аламбей Сант. И песок здесь, мало того, что он 21 оттенка различных цветов, но он ещё и считается, что содержит чрезвычайно чистый белый кремнезём, который когда-либо вообще добывался для производства стекла и херамики на нашей планете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжаю показывать вам эту Аламбей Сант. Просто со всех сторон. И вблизи, и вдалеке. Потому что это действительно грандиозное природное явление. А ещё грандиозно его вот сохранить бы. Но так как здесь оползни, то я боюсь, что в скорости вся эта красота, она просто упадёт. И мы не сможем уже больше увидеть это природное явление Аламбей. Вы знаете, я, например, помню, что даже 10 лет назад, в 2011 году, когда мы здесь были, она выглядела по-другому. Она выглядела более пологой. И здесь было очень много песка, здесь внизу, обсыпавшегося. Он просто до самого здесь океана доходил. И как-то, знаете, острыми такими вот выступал штуками. Вот даже, вы знаете, как интересно. Но вы же понимаете, каждый год меняет свой облик этот обрыв Аламбей Санд. Поэтому мы с вами сейчас присутствуем в просто историческом моменте. Вот видите, люди ползают без проблем. И, вы знаете, я не удивлюсь, если ещё через 10-20 лет от этого красивейшего обрыва уже ничего не останется. И наши дети и внуки уже этого не смогут увидеть. Ну, или только на фотографиях, как та жена Лота, о которой я вам рассказывала. Я пройдусь здесь до самого конца, как обычно. Здесь уже у нас купающихся много. Я даже слышала русскую речь. Кто-то здесь по-русски кричал. Может быть, как раз вот эти люди. Вот, друзья, анекдот. Вы видели, да? Я иду, показываю вам эту красивую гору. Песок разноцветный. Даже не обратила внимания. На седьмой минуте, вы видели, мужчина пошёл наверх. Я подумала, что он пошёл собирать различные окаменелости. А он, оказывается, писать туда пошёл. Ну, да ладно. Я вот вам показываю. Посмотрите специально вот этот угол. Вот видите, здесь очень хорошо заметно, что это складчатость вертикальная. То есть, называется альпийская геологическая складчатость. Пласты в основном идут вертикально. Это считается очень редкое такое здесь залегание. Потому что, если мы посмотрим дальше, все вот эти вот пласты меловые, они все расположены горизонтально. Это говорит о том, что они были образованы в различных геологических условиях. Ну, и потом ещё произошли всякие изменения за 50 миллионов лет, вот когда формировался этот Алумбей. А вот если мы посмотрим туда дальше, на скалы Ниддлс, то они, получается, у нас ещё старше. Там говорят, что тем скалам Ниддлс более 80 миллионов лет. И первый раз карта этой местности была составлена примерно около 1590 года. И тогда этот залив назывался по-другому. Он назывался Whitefield Chain. Chain, как бы Китай по-английски, да? И говорят, что, возможно, когда-то в заливе в этом проживал китаец со своей семьёй. И поэтому вот дали название Chain этому месту, этому заливу. Но сейчас всё это давно исчезло уже в лету. И поэтому мало кто может что-то здесь нам пояснить. Так вот, мне кажется, что ножками пройтись – это самое лучшее, чтобы увидеть конкретно всю эту красоту. Очень много желающих прогуляться в китайских домах Колумба и Санте. Здесь людей всегда много. Секарная вирусовая вода. Катеринопerstветка. Готовая вода. Секарная вода. Готовая вода. Катериноп ruстр hvor построить полную olive ладь. Секарная вода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А этот вид ничего вам не напоминает, друзья? Посмотрите. Вот мне, если бы не тот конец с острыми скалами, эта скала напомнила бы Толвердаун. Тоже очень красивая меловая скала. Там между Севью и Сандауном сверху течёт и пробивается какой-то маленький ручеёк. И посмотрите, он намыл здесь ещё один цвет. Вот вроде сверху палевый песок, а внутри рыжий и ржавый. Как интересно! Но вода чистая ведь. А здесь вообще такой вид кроваво-красный. Впечатление, что это вода стекает оттуда красного цвета. А вообще говорят, что именно вот эта вот вода, она содержит окисленное соединение железа. И именно она окрашивает песок в разные цвета. Знаете, кажется, что именно вот эта вода и эта глина, она просто здесь имеет какую-то огромную силу. Потому что она течёт из-под земли. Вот знаете, я бы даже набрала её для этой маски, для лица. Но это всё не разрешать. Ну а мы давайте ещё раз посмотрим шикарную панорамку уже из нашей лодки. В лодке довольно много людей. Вот там вторая, посмотрите. Более скоростная, маленькая лодочка надувная, видите, которая сейчас пойдёт впереди нас. Туда тоже, на скалы Нидлс. Здесь от причала отходят две лодки. И ещё интересно, посмотрите, здесь у нас и индусы присутствуют. Вот один даже в челметом, если вы обратили внимание, сидит индус. И в уголочке сидят рядом со мной пара опять китайцев. Может быть, они знают, что здесь вот эта вот история говорит о том, что когда-то здесь жил китаец. Ну, скорее всего, что, конечно же, нет. Просто сейчас, как я сказала, китайцы уже везде просочились, по всему миру. Ну, а мы давайте вместе со всеми ещё раз насладимся всей этой красотой. Посмотрим издалека на скалу Аломбей и продолжим наше путешествие по воде. А я, друзья, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Ещё увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok